Прием по личным вопросам – достаточно популярная и действенная форма общения. Представители различных служб и ведомств поезжают в регионы, чтобы встретиться с людьми и помочь в решении тех проблем, которые сложно разрешаются на местах. Компетенции председателя Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь Александра Шумилина – вопросы научной, научно-технической и инновационной деятельности, а также охраны прав на объекты интеллектуальной собственности. Сегодня главой государства и правительством выделяется очень большое внимание инновационному развитию. У наших изобретателей, инженеров, ученых, да и просто творческих людей очень много идей. И, конечно, ко мне приходят прежде всего с вопросами, как эти идеи можно было бы реализовать, как свои разработки можно было бы внедрить в производство, какие есть механизмы в государстве. Вообще просто рассказать о своих разработках. Иногда бывают действительно такие интересные предложения, которые готовы к внедрению. Но людям тогда подсказываешь, какие механизмы созданы, куда можно обратиться. Среди записавшихся на прием – начальник научно-исследовательского сектора Мозорского педуниверситета Эдуард Гречанников. Один из его вопросов тоже связан с инновационной деятельностью, которая в основном ориентирована на технические разработки. Университету достаточно сложно встроиться в эту систему, так как педагогическая деятельность предполагает гуманитарный характер. Также Эдуард Гречанников обратил внимание еще на один проблемный момент. Это классификатор профессии, который не позволяет студентам вплоть до третьего курса становиться помощниками научных сотрудников и заниматься научной деятельностью, тогда как сроки обучения по многим специальностям сократились до четырех лет. В итоге студенты заканчивают вуз, не успев завершить работу над научным проектом. Александр Шумилин со своей стороны пообещал разобраться во всех тонкостях поставленных вопросов.